Друзья, всем привет! С вами Денис в городе Таллине. Иду наверх, на верхний город или который еще называется Выжгород и зачитываю вам кое-какую информацию. Друзья, сегодня 1 октября. 1 октября вот так выглядит здание финского посольства Финской республики Финляндия в Эстонии. Идемте дальше. Я поднялся на горку и иду вдоль знаменитой, вдоль знаменитой улицы через ворота верхнего города, чтобы попасть в нижний старинный город Таллина. Вот так выглядят ворота. Вот такие вот эти древние ворота тяжелые. Вот так они открываются. Идем дальше. Прорываясь вперед, туристов все немного. Проверю. Так, друзья, Саудовская Аравия. Король Саудовской Аравии издал указ, согласно которому с 2018 года женщины смогут управлять автомобилями в Саудовской Аравии. Вот такая информация. Женщины смогут управлять автомобилями в этой стране из-за того, что они не отстаивали эти свои права многие-многие годы. Многие годы. И, наконец, надавили на короля. И он сдался. И решил дать право женщинам Саудовской Аравии управлять автомобилями со следующего года. Друзья, идем дальше. Туристов много сегодня очень в городе. Вот она древняя городская стена, отделяющая старый верхний город Таллин от нижнего города Таллина. А это вид сверху. Вид сверху на город Таллин. Друзья, дали я информацию для любителей статистики. Значит, с лета 2018 года у нас можно будет поехать на уездных автобусных линиях бесплатно. Уездные автобусные линии это районные автобусные линии, которые граничат с райцентрами. У нас тут рядом с Таллином можно будет поездить. А также можно будет поездить и в отдаленные места. Но там надо будет переходить, значит, переходить границу уезда, чтобы сесть на другой бесплатный автобус. И там по району также можно будет с лета следующего года покататься бесплатно. Для тех, кто не знает, у нас в городе Таллине для прописанных таллинцев уже можно ездить бесплатно, чем я, конечно же, и пользуюсь. Ну а со следующего года правительство, которое стоит сейчас у властей в Эстонии, намерено сделать это и для других жителей районов. То есть из деревни, любой деревни или любого поселка, райцентра, можно до райцентра добраться будет бесплатно. Такая информация. И далее, значит, идем. Друзья, с этим мы разобрались. С этим мы разобрались. Что же я еще хочу интересного вам поведать? Так, значит, по зарплатам. Поступила информация по зарплатам. Средняя зарплата в министерствах Эстонии. Самая высокая средняя зарплата в министерстве социальных дел 2072 евро. Самая низкая в министерстве иностранных дел 1723 евро всего лишь. Такие зарплаты в министерствах Эстонии. Поднимаемся наверх. И, конечно же, коснемся темы Каталонии, друзья. Сегодня ее нельзя не коснуться. А дело в том, что сегодня 1 октября. И 1 октября в Каталонии проходит референдум. Проходит он негладко. Большинство участков заблокирована полицией Испании. Даже появилась информация, что на данный момент проходят столкновения. Столкновения с полицией испанской. Но, тем не менее, голосование в некоторых других участках Каталонии проходит. Глава Каталонии, Карлос Пучдемон, поучаствовал в этом голосовании. Хотел сначала на своем участке провести голосование на счет референдума. Но полиция не дала ему это сделать. И он переместился на другой участок, где полиции поменьше, а его сторонников побольше. Таким образом, он все-таки проголосовал на референдуме в Каталонии. За независимость Каталонии. Такая, друзья, информация. Такие улицы старого города Таллина. 1 октября. Такие толпы иностранных туристов. И такая городская древняя стена города Таллина. С вами был Денис. Хороших вам новостей. Следим за событиями в Каталонии и в мире. Всем добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok